МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ На три дня город Артем стал центром борьбы за призовые места. Соревнования в рамках Кубка округа по кикбоксингу собрали в местном фоке. Более 150 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Находки, Покровки, Арсеньева, Большого Камня. К нам приехали кикбоксеры даже из Хабаровска. Артемовскую федерацию кикбоксинга, которая появилась в городе в начале этого года, представляли четыре клуба – Темп, Дельта, Легион и Держава. Старт соревнованиям дали официальные приветствия и выступления малышей из танцевальной группы Black Cat. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мне 13. На тэквондо хожу и на кикбоксинг. Мне приятно. Противнику еще больнее. Можно и физически нанести боль, и морально. Ты сейчас что делал? Физически наносил? Ну, я морально уже задавил. Мы в прошлый раз с ним дрались, я его выиграл. Он боялся со мной вставать. То есть вы уже раньше встречались с ним? Да. Он тайским боксом занимается. Я его давил на руках в основном. Он пытался меня перебивать, но у него руки послабее были. Я его перебил. Сколько раз в неделю ты занимаешься кикбоксингом? Три раза. И три раза тэквондо? Да. Иногда каждый день я на тэквондо и на кикбоксинг ходу, когда соревнования готовим. Ради чего все это? Я очень сильно хочу выиграть мир и стать мастером спорта. Очень сильно хочу. Желаю тебе удачи. Спасибо. Вид спорта очень популярный во всем мире. Возрастного ограничения нет. Можно и в 40 с копейками лет прийти в секцию и для себя поддерживать форму. Некоторые есть виды единоборств, которых можно и пораньше отдать. Но ударные виды единоборств. Торопиться не стоит. Родитель должен очень четко понимать, что ребенок должен психологически созреть. Кикбоксинге травмы случаются редко. В принципе, такой носик, бровку. Это мелочи, я считаю. Вообще бесспорно. Мы постоянно всегда в призах. Всегда очень много чемпионов у нас. В краевом масштабе. Один из самых развитых городов в кикбоксинге. Стоп! Стой! Я занимаюсь год. У меня уже одно поражение, две победы в разделе Кей-Ван. В самом жестком разделе. Динамичном таком. Тренер воспитывает, как в армии. Приказ сначала исполняется, потом он обсуждается. Наш вид спорта является самым лучшим видом спорта, самым жестким. Все профессионалы, ударники начинают именно с кикбоксинга, либо с бокса. Мы должны показать зрелищный бой на протяжении всего времени. Мы должны драться. Мы не должны друг друга хватать. Мы не можем поваляться, как другие люди. У нас нет времени отдохнуть. Никаких смятений. Просто нужно представить себя в самых жестких аспектах. И все. И выйти со спокойной душой побиться. Он такой же человек, как и вы. Две руки, две ноги, солнечные сплетения, борода. Артемовская федерация проводила открытый кубок округа впервые. И то, что заявилось на него большое число спортсменов, еще раз придает городу Артему статусности среди спортивных площадок края. По итогам кубка, по количеству наград, первое место у кикбоксеров Артема. На втором – Владивосток, третье – за Уссурийском. Среди артемовских клубов в лидерах по числу завоеванных медалей и кубков – Дельта. На втором – Темп, а третье – у Легиона. В общую копилку местной федерации победные места принесли Дмитрий Колбасин, Михаил Рыжов, Егор Банковский из Темпа, Андрей Агапов, Полина Беломестных, Иван Морозов из Легиона, воспитанники клуба «Дельта» Валерия Кочерова, Роман Журавлев, Денис Филипенко, Артур Джураев и кикбоксеры из «Державы» Андрей Сновидов, Элдор Абдуназаров, Виктор Власов, Иван Гавриш. Соревнования определили счастливчиков, которые в будущем представят Приморский край на всероссийских чемпионатах и первенствах. Ирина Циферова, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости.